Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Давайте на странице 63 выполним задание под номером 2 Узнай современный государственный герб Российской Федерации и отметь его, закрась кружок Современный государственный герб Российской Федерации выглядит вот так На красном фоне изображен двух главы орел Поэтому закрасим этот кружок Что такое герб? Русское слово герб происходит от немецкого слова, которое в переводе означает наследство Что общего между гербом и наследством? Герб это отличительный знак, который может принадлежать человеку, городу, государству Он передается по наследству Многие современные гербы государства являются историческими То есть возникли не в наше время, а имеют давнюю историю Составляются гербы по особым правилам Владеют этим искусством немногие Давайте рассмотрим, что изображено на государственном гербе России На красном щите распростер крылья золотой двуглавый орел под тремя коронами Вот одна, два и три Двумя малыми и одной большой Все три короны соединены лентами В правой руке, правой лапе орла, скипетр, то есть жезл В левой держава, золотой шар с крестом На груди орла мы видим изображение серебряного всадника В синем плаще на серебряном коне Он поражает серебряным копьем черного дракона Впервые двуглавый орел появился на печати Ивана III в 1497 году Почему именно орел? Двуглавый орел один из древних символов власти, могущества, мудрости Недаром орла называют царем птиц Наверное поэтому правители выбирали изображение орла как знак своей власти Двуглавый орел был символом освобождения Руси от ордынского владычества В наши дни изображением на гербе придают другой смысл Россия расположена в двух частях света, Европе и Азии Поэтому и повернуты головы орла в разные стороны Одна в сторону Европы, а другая в сторону Азии Короны, соединенные лентами, скипетр и держава в руках орла Говорят о сильной власти и единстве государства Всадник, поражающий копьем дракона Готовность народа встать на защиту родной земли Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!